Всем доброго времени суток! Начинаю очередной проект. Буду делать макет из модулей системы T-Track. Ну, вернее, правильнее сказать, соберу некоторое количество модулей системы T-Track. Вот видите, я уже получил свой заказ. Здесь нарезаны детали для определенного количества модулей. В этом видео я расскажу вкратце о том, что из себя представляет T-Track. Более подробно можете посмотреть на официальном сайте и на Wikidot. Ссылки в описании. Группа питерских товарищей доработала систему, и я считаю, только в лучшую сторону. И назвали мы этот стандарт T-Track Rus. Я расскажу подробнее вот именно об отличиях того, что из себя представляет наша доработка по сравнению со стандартом. И также покажу, какие модули буду собирать я. Расскажу о том, какие модули буду собирать я. Покажу, какие варианты путей можно будет собрать на них. В последующих видео я расскажу уже об укладке рельс, об отсыпке балласта, о том, как создавать пейзажи. Очень интересное видео планирую сделать по модулю с мостом, где будет показано и как создавать горы, и как делать воду, ну и так далее. Вот такие планы у меня на эту зиму. К весне я постараюсь закончить свои модули. Ну что ж, давайте теперь вкратце расскажу о самой системе T-Track и уже подробней об отличиях T-Track Rus от стандарта T-Track. Поехали! Итак, давайте рассмотрим основные модули, которые есть, предусмотрены стандартом T-Track. В первую очередь это прямые модули, одинарный, двойной, тройной. Сетка данных модулей 310 мм минус 2 мм по краям. То есть, двойной модуль он будет не 620 мм, а 618 мм. Одинарный модуль будет не 310, а 308 мм. Это сделано для компенсации неточности исполнения, так как нет единого стандарта на сами модули. Поэтому для компенсации вот этих неточностей предусмотрен миллиметровый зазор на каждом модуле с каждой стороны. Также поворотные модули. Радиусы используются стандартные 315 и 282. Поворотный модуль 90 градусов, поворотный модуль на 180 градусов. И также 30-ти градусный поворотный модуль, который использует увеличенные радиусы 348 и 315. И модуль развилки. Радиусы на нем используются 282 и прямая линия. Итак, я буду собирать 3 одинарных модуля, мостовой модуль, 3 двойных модуля, 2 модуля развилки и 6 поворотных модулей на 90 градусов. Ну а давайте посмотрим какие схемы можно собрать из данных модулей. Прежде всего это обычный овал. Дальше вот такой вариант, назовем его восьмеркой, где два внутренних овала с переходом через кроссовер и один внешний овал. Вот такой вариант, где большой внутренний овал один, и внешний овал с переходом на маленький внутренний овал, с выходом опять на внешний овал. Ну и вот такая линейная схема. Поэтому у меня угловых модулей 6, а не 4, которые для обычного овала нужны. Из трех поворотных модулей и модулей развилки собирается разворотная петля. Все прямые модули выставляются в одну линию. Вот такие варианты я быстро набросал, хотя их может быть гораздо больше. Итак, теперь расскажу о тех отличиях, которые реализованы в российской версии Титрак. Прежде всего все модули собираются из стандартизированных элементов, что позволяет добиться точности. Поэтому длина не укорачивается на миллиметр с каждой стороны, а сетка ровно 310 миллиметров. Вот, например, у меня одинарный модуль неполной глубины, и он имеет размер 310 миллиметров, что позволяет избежать щелей при сборке макета. Согласитесь, вот сейчас в углу вы видите стандартный Титрак собранный, но не очень красиво смотрятся все вот эти щели на нем. Значит, самое основное отличие это фланцы. На фланце предусмотрен вывод для питания, также предусмотрено отверстие для монтажа мебельных болтов, которые позволяют скрепить модули между собой, и в нижней части имеется выступ, который позволяет складывать модули друг на друг, и вырез этот служит для того, чтобы модуль не вложился на рельсы. Кроме того, в российской версии разработана электропроводка полностью шины, разъемы используются минифит, и данная шина содержит как питание путей, также питание постоянное 12 вольт для декодеров, провода для DCC шины, и также провода переменного напряжения 16 вольт. Модули собираются между собой, подключается разъем, соединяется модуль, и мебельными болтами можно скрепить модули между собой. Какое преимущество это дает? Если стандартные модули Тетрак, которые соединяются между собой только за счет соединителей рельс, можно установить только на какой-то ровной поверхности на столах, то собранную вот таким образом конструкцию можно установить на любых ножках, поскольку она будет держаться за счет вот этих болтов. Вот эти главные отличия, которые отличают российский Тетрак от общего стандарта. В следующих видео я расскажу о том, как монтируется рельса, балласт отсыпается, ну и так далее. Делается электрика. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, серия будет вам интересна. Пишите комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока-пока.